всем привет продолжаем играть в эластелин колец вторая часть битвы за средиземье под знаменем короля чередей дополнение значит теперь у нас следующий мод идет здесь очень много фракций у каждой свои фишечки есть вот начнем мы по порядку естественно с обзора фракция орнор давайте приступать вот такая вот крепость орнера жилой дом генерирует ресурсы интересно каким образом ставим казармы давайте посмотрим по навыкам талантов значит тут у нас искусство исцеления древних есть дыхилка баф стандарт за пятерочку одинокая башня да тут другая система чуть-чуть тут очки распределены иначе то есть раньше было 5 10 15 25 до тут раскидали по-другому вообще ветка вот этих вот способности как в первой части ладно плантиры временно откроется указанной области местности с различными эффектами интересно лес кардалана на указанном участке местности процветы лес понятно баф 30 процентов брони и отсутствие страха у ваших юнитов при этом лишает лидерство врагов помощь с гондора три отряда гондорцев кровь на минорцев но являясь наследниками полуэльфов жили дольше чем другие люди дает так и есть войска арнора получает плюс точку в здоровье а то есть это пассивная способность которая усиливает всех арнорцев прикольно это мощно и помощь с ривенда лада еще призыв я понял клинки из номинора союзный отряд получает клинки из номинора эти лезвия защищает своих владельцев от яда стихии магии особенно мощные против нас голов призраков неплохо но за 10 очков по моему такой себе было поменьше последний союз людей эльфов легендарный союз бла-бла-бла временно призываются но удары арнор войска звезда севера она это разорв облаках по сути и за двадцать пятка у нас благосклонность валор поддержит верных поддержит верных им на минорцев неверно вражеские не только вместости получить серьезного урона прокидывается понятно понятно игровая система арнора старцы главы то ровную роль в развитии арнора они обладают до тихо воин лучника короче в сад старец вот преимущество сидеть тут конечно нам утили блин старец воин пусть лучник будет значит тут у нас героя ахтар нанимается менальдин киньон потом мы изучим этих героев пока что воинов копейщиков лучников так это у нас оруженосица сильдура ахтар понятно менальдин последний человек из рода элроса который родился в номиноре но из рода элроса как бы и арагор только он не в номиноре родился третий сын из сильдура младший брат элендуро и аратана баф беру до звучку будет скачать 5 4 у старец есть у ки исцеление вот у нас солдаты гондора хотел сказать нет солдата арнора модификация очень прикольно хочу сказать так ладно что у нас тут герой кольца и сильдура у нас до нас рабочими русские галереи улучшает здание арнора анарион есть сын брат из сильдура да один из основателей гондора и сильдур есть елендель офигеть неплохо а это бонус лучником я понял айон с помощью я понял вот как тут здание качаются то есть этот старт цене прокачивают налог до второго уровня повысил когда сразу можно здание одно второго уровня сделать в начале игры прям значит как то сильно мне кажется давайте оруженосца вот тут люди ходят прикольно разное сейчас посмотрим там он эльфийская казарма вижу счастье казарма стражей чего у кого того этого тролля странная иконка вот он ахтар значит что он у нас может воин с севера чем меньше ахтара затем сильнее он становится когда у героя ниже 50 процент получает 35 брони ниже 20 и устойчивость к отбрасыванию понятно где-то я уже такое видел куда другой игре чем меньше здоровья тем сильнее бонусы получает уровень хорошо что у тебя еще есть лечение героев союзных рядом понятно мастер меча неуязвимость на 20 секунд руквелл звание рыцарь получает постоянную двумя броню это как пассивный баф что ли выглядит он созданный герой нет вот это мне и нравится в моде отличие от того рдж мода который первый был делал обзор там очень много блин кривых моделек и прочего казарма стражей на иконке выглядит одним образом а тут другим ну ладно давай-ка ты сходишь посмотришь что у нас там есть вообще кольцо надо найти хорошо что я галочку не убрал герой кольца так там по моему изенгард стоит да блин у изенгарда щас мясо много будет вот уже эти дун ланцы пошли метатели надо отступить нафиг вперед так значит таверни у нас гилгалад да союзник 5000 и войны нолдор нанимаются охренеть гвардия гилгалада мощно где этот старец он уже мертв он мертв или нет они тоже и сюда что-то у нас стража арнера доступно из героев аратан и линдор это сыновья этого что вот это плохо третий уровень блин ресурсов воруют а смотри что делают вот то что арнера жилые дома это как-то не знаю как жилые дома могут приносить прибыль давай-ка тут второй уровень теперь накинем во стражи палантира доступны теперь а ну это элитные мечники да там элитные копейщики просто они стоят по элитному давайте восстанавливать что тут кали блин че творят так ну баф естественно возьму его надо посмотреть потому что и к тому же без него вообще мне будет тяжело мне кажется ломать это у нас там лордс пришел зря он пришел единственное что мне тут не нравится это блин иконки у некоторых персонажей не очень удобно ну то есть вот у лордса например у него тут разрисовали а понятно отступает я себе искусственный интеллект и грима чувствую да что как бы минельдиль кирьон аратан элендор очень много героев тут они нанимаются из различных других зданий то есть допустим предводитель варгов этот шарку уизингар да он нанимается ну не в крепости а в самом этом логове варгов где старица вот он стоит стоит вот он минельдиль герой лучник у него есть друг небес союзные лучники возле героя получают 10 процентов скорости работы лука стрельбы вернее я просто посмотрел точный выстрел мощный залп а это как у этих да я понял у рейнджеров зато манный взор вражеские лучники на большом радиусе от манельдиль временно теряют 50 процентов видимости и поражения цели нифига себе меткий стрелок офигеть тут просто блин 4 скилла связанные на лучников давайте построим каких-нибудь союзников не знаю гвардия есть сильная против всех войск но вот этих вот я знаю воинов нолдера я вот этих хочу посмотреть гвардию мне кажется это пикинеры очку в командовании еще нету да сейчас мы это исправим ну в принципе еще одного старца нанять но он очки командования тоже требует блин тут тоже нету точки нету во очки командования прибавляйтесь гвардия 90 нифига себе 90 очков командования блин для отряда эльфов ладно пошли в атаку я играл чуть-чуть за этот за эребор вот этого можно героя пока но героев надо раскачивать смотреть что они вообще могут так чисто по этим я не сориентируюсь по описанию так все мне хватает на гвардию по идее кстати не захватывают трактир ладно грима они наверное не заберут значит кирион вендор союзная пехота возле кириона получает на 50 на 10 процентов 50 ага больше брони сломить отряды проломают в ряды врагов наносит им сильный урон солдат северного королевства ага понятно броня и давит короче типа врагов боевое мастерство союзные герои и пехота возле кириона получают 70 процентов 75 защиты атак ближнего боя и но 50 процентов меньше брони от стрел кириона кириона посылает отряды воинов арнера чтобы разгромить ряды врагов нападения это надо все смотреть как то выглядеть так еще вот эти хочу стражи палантира о извин тут ломайте блин вроде ничего такой герой опять же надо смотреть прокачивать смотреть очки командования очень медленно прибавляются надо больше ферм строить вернее жилых домов да давайте воинов ноутровне сюда третий уровень а нет не третий а два с половиной так да ломайте тут у изенгарда добавили руины строения типа ну как у гоблинов в тоннеле но изенгард мы рассмотрим потом конечно да сами поиграем за него тут еще можно впихнуть смена оружия ааа они и мечники и копейщики нифига себе нормально так у них еще и броня есть кованые лезвия гвардия гильгалада блин три эльфа чего три две четыреста это блин каждого или всего отряда стена щитов второй уровень плюс восемьдесят процентов брони минус семьдесят пять процентов да они вообще неубиваемые видимо ну тут три всего лишь их ладно давайте воинов ноутра естественно гильгалада тоже посмотрим что то изен как то не спешит мне тут отпор давать ему видимо пространство не хватает здесь чуть-чуть хотя он уже стрела улучшена в общем все понятно ладно в любом случае я по крайней мере успею посмотреть всех так в этой казарме у нас никого нет вот элендур остался сейчас еще аратана наймем почему изен так хреново нападает а неужели из-за того что территории ему мало ладно давайте еще осмотреть здание что у нас тут есть у нас есть конюшня картинка блин эльфийской этой крепости ой не крепости а казармы из других модов мастерская садная так вот она ротан вышел а а воин и нолдар тоже трое я понял следовало ожидать так что у тебя благородный на 10 процентов больше урона дает укрепление арнора обеспечивает все здания арнора несокрушимой защиты в его окрестности на короткий промежуток временный здание получает на 50 процентов больше брони неизвестит вражеских осадных орудий нифига себе мощная тема меч с нуменора понятно серьезный урон выбранную цель два клинка постоянно наносит урон на определенном радиусе убило несколько врагов нифига себе сплэш добавляется пассивка и мастерство двойная скорость атаки понятно это то есть блин ну да он с двумя мечами стоит он вообще имба какая-то типа длинный меч короткий номинар нарубит одновременно и все живое убивает элендор почти третий уровень вообще это вот помню в этом истории веков по-моему это было казар молочников стрельбище третий уровень ну что-то как-то чахло изенгард себя ведет честно сейчас пойти можно просто уничтожить кузнец что-то в конешне у нас всадники арнора нанимаются нанимаются и все а тут у нас только требушет и улучшение не знаю такое себе статуя героя ничего необычного башни увидели можно можно статую поставить так а получается кузницу тоже нужно так вот самому апгрейдить интересно чтобы она прокачивалась тут мы всех героев наняли осталось только вот этих трех ключевых посмотреть отец и два сына основатель арнора и основатели гондора анарион и сильдор но кольцевик и сильдор то есть он видимо ему просто надо будет кольцо вручить когда мы его найдем ну тут по стандарту мечи броня и стрелы больше ничего башенка можно стены возводить ну вот он и весь арнор я буду пока что строить башни наверное везде потому что надо обязательно найти кольцо кто тут стреляет лордс по моему он не справится с конницей вообще никакого урона не наносит почти всаднику он не пытается бежать в этот раз вот я улучшил знамена да не прокачалось вообще ничего что ты делаешь а максимально странно выглядит ладно блин изенгард оживись какого черта ладно сейчас поставлю тогда на паузу дальше будем уже включать только в определенный момент так вот у нас появился анарион значит сын солнца враги трепещут в присутствии анариона вражеские ниты возле него теряют 25% брони неплохо великое сопротивление третий уровень временно получать на 50% больше брони понятно защитник арнора анарион защищает арнор от врагов вражеские лучники осадной орудия возле него он уносит половину урона неплохо покровительство анарион дает опыт выбранным союзным отрядам понятно не там оружейная форнаста обеспечивает своих людей оружием форнаста выбранный союзный отряд получает кованые лезвия и тяжелые доспехи неплохо вот это неплохо то есть можно в раннего анариона выходить и у вас будут грыженные отряды постепенно появляться это забавно вот и пришел Иссельдор вот так вот он выглядит в принципе как ему и полагается величественный воин опять же страх как у анариона понятно сокрушение увеличение урона на 50% у анариона защита на 50% у него урон да и радиус действия меча увеличивается окей боевой крик фига себе крик сбивающий с ног блин доносящий урон еще и пугает королевский клинок выбранный вражеский унит получает огромный урон способность на доступное время используя способности сокрушения а то есть вот это я понял ну чтоб не складывались бафы очень мощно всевидящий камень и Сильдор ни в коем случае не отдаст палантиру врагу он разбивает камни в результате чего возникает взрыв который уничтожает все кроме самого героя офигеть ну взрыв палантира прям по стандарту говорят по немецки правда видимо мод немецкий вот собственно и основатель орнора лендель высокий да эпичный герой является самым высоким номинорцем да да я только что это сказал ну то что он высокий союзные униты возле ленделя имеют иммунитет против отбрасывания им неведом страх на большом радиусе месть за номинорцев лендел призывает своих воинов отомстить за павших номинорцев пехота возле лендела временно получать на 50 процентов большей скорости отбрасывают вражеских юнитов топчет их на своем пути офигеть крушат короче пять секунд говно какое-то нарсил радиус действия меча увеличивается он теперь забивает врагов с ног пассивное прикольно не понял да ладно кольцо это круто ладно сейчас жертва и лендель самоотверженно жертвой часть своей жизненной энергии для защиты своего народа герой теряет важную часть жизненной энергии союзные юниты рядом с ним исцеляются и временно наносит двойной урон офигеть лендель верен валорам он не позволит сауру на сквернице резис за верность герой получит могущественную ауру временно дающую неуязвимость вражеские отряды и строение возле него временно получает повреждение нифига себе галерею я построил да вот так вот она выглядит значит кольцо сбивает героя все отряды получают все улучшения союзники рядом со сильдором получают двойную броню и наносимый урон чем дольше сильдор несет кольцо тем сильнее оно одолевает героя пока в конечном итоге не уничтожит хватай кольцо тогда или он не может его взять в смысле блин или это только отряды могут вот этого прикола я не понял вручай я не знаю вот это время 50 я не знаю я не знаю аааа и сельдор носит единое кольцо вдохновляя людей арнора все отряды арнора получают все улучшения бла 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 аааа неплохо офигеть сразу просто улучшенная армия просто из-за того что и сельдор взял кольцо ну ладно так возьмем все улучшения и по героям у нас остался гилгалат посмотрите о че он потом умрет получается где наверное он умрет потом ну посмотрим будет видно о слушайте я взял способность за 3 я получил сразу 3 палантера камень амансул временно открывает указанную область союзные герои в радиусе получают плюс 10 процентов скорости передвижения понятно то есть башня амансул один камень другой в аноминасе в столице и эластириона ладно значит камень аноминаса 10 процентов перезарядки способностей усиливает ааа набирают опыт на 10 процентов он быстрее понятно союзный герой опять же то есть карл целых 3 блин палантира я не знаю что с изингардом почему не хочет драться как мне блин это все смотреть проверять я не знаю сейчас решим вопрос гилгалат давайте посмотрим что он может но он такой же как и был всегда везде король нолдор воины нолдора гвардии имеет иммунитет против отбрасывания им неведом страх в большом радиусе прикольно кольцо вилья гилгалат использует скрытую силу кольца вилья особенно эффективен против кольценосцев участок местности написано что делает а звездный щит временно в десять раз увеличивается броня но герой теряет 70% скорости в десять раз броня офигеть получается плюс тысяча процентов к броне как-то мощно айглас гилгалат с помощью кольца вилья укрепляет свое копье это копье я понял каждый раз когда гилгалат поражает врага остальные враги от него сбываются с ног сбиваются мощь гилгалата кольца враги чувствуют невообразимую мощь герой атакует врагов мощью кольца призывает смертоносной порой ветра понятно своего рода маг прикольно прикольно так ну чё в общем то пока я тут все переделал я тут немножко под застроил город буквально чуть-чуть значит по способностям ну хилка понятно баф палантир мы смотрели лес кардолана так он выглядит маленькое количество времени одинокая башня вот они стоят все одинокие башни я уже сейчас новое просто не строится что блин фигня какая-то не суть вообще по способности вот это вот способность которая увеличивает на 100 очков здоровья она видимо один раз действует и каждый раз надо каким-то макаром тыкать так давайте посмотрим призывы значит помощь гондора так вот три отряда ну тут два отряда лучников один отряд мечников иногда три отряда лучников призывается призывается как я заметил валю сражайтесь способности героев рассмотрим отдельно пусть они сливаются значит теперь конница смотрим три отряда конницы да вот и все ну ладно и последний союз людей нифига себе вот это блин иконка здесь офигеть саундтрек вставили три отряда эльфов очень крутых три отряда вот этих вот ребят армурских ну неплохо неплохо за двенадцать очков осталось посмотреть двадцать пятку и звезду севера не думаю что клинки из нами нарочат красиво вот эти две я бы посмотрел конечно способность на кольцо они забрали вернее им отдал сам кольцо ну да ладно вот так выглядит способность за 15 да это по сути разрыв в облаках без изменения давайте посмотрим двадцать пятку наконец-то ну как в истории веков короче против войск такое себе так ну что давайте возьмем последнюю способность и собственно героев посмотрим сейчас а вот анимация прошла в общем давайте начинать с аннареона да так первый скилл у нас просто прожимается увеличивать себе броню пассивка это у нас дает опыт допустим кстати вот здесь стрелки нолдера не общая мощь с этим бафом также у него оружейная форма 100 то есть абсолютно любой отряд применяется я так понял типа вооружает дает броню с оружием вот и весь анареон ничего такого у него нет дальше и лендель тут у него по сути глориус чардж который действует и на героев что такое также вот это вот хорошая фигня вот он тратит здоровье но при этом потом он вамперец на все урон то есть вот он полечил всех вокруг он должен вамперец ну ладно что не работает так и последний скил ааа ни фига себе он бегает просто это бегает просто своим присутствием скажем так убивает неплохо неплохо далее и сильдор мастер клинка у него просто вот этот крик у него прикольный сейчас продемонстрирую и давай шевелись все вот допустим подбегает вот раскидал причем убил так же просто у него удар мечом есть то есть анимация простая давайте посмотрим как он разобьет палантир что из этого выйдет давай давай сельдор ба-бах просто вообще мясо это мощно-мощно мощно палантира лучше не разбивать далее ахтар как его там зовут у него просто блэйд мастер и неуязвимость на 20 секунд все ну и союзных героев лечит весь герой кирион как там а они захватили все-таки да пофиг ладно тут но удар стоят значит у него десятка отряд воинов допустим выбираем появляются солдаты и избивают ну вот и все тут у него баф на броню также он сам давит а-ля спарта ну и баф для союзников получается дальше аратан у него есть баф для зданий собственно нажимаем вот пожалуйста башня посветлела она теперь крутая также у него есть удар просто по одному урон наносит и ускорение скорости атаки сейчас посмотрим как сильно она действует ну вот допустим он удар сам а ну вот он применил такое себе ну неплохо 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 да довольно быстро бьет касательно вот этого героя теперь минельдиля вот у него обычная стрела есть ну одну цель ничего такого залп такой вот то чтобы прям сильный но нормальный так же у него дебаф ну и соответственно у него есть еще скорострельная скажем так стрельба блин вообще что бешеный стреляет в общем то как то так ну ненадолго он конечно стреляет вообще что бешеный легалас отдыхает дальше элендор необычный удар ну сплэшем тоже сплэш потому что он с секирой бабах ну слабенько задел это усиление войск дружеских это баф для героя вот он подрубил эмм ускоряет перезарядку способностей и до здоровья прибавляет так же ярость арнорца есть это нужен герой в принципе можно как то проверить попробовать сейчас надо найти именно героя давай нифига себе неплохо ну да он умирает естественно под таким градом стрел значит теперь гилгалат остался призывной он у нас умеет спускать волну сбивающий щит который дает ему броню копьё копьё с интересным эффектом вот это надо посмотреть так десяточка чё у нас ну а а а а а блин а прикольно а мощно кстати мощно реально смотрите смотрите как он сейчас разделать с толпой у у то есть он урон то он одному наносит но роняет весь отряд и не только отряд еще и все стоящие рядом отряды то есть прям гилгалат вообще ну пожалуйста два отряда просто роняет но убивает также по одному ну и все по моему я всех посмотрел героя да то есть тут ничего больше не осталось героев посмотрели способности посмотрели город посмотрели всем спасибо за просмотр до следующих видео